Встречи молодежи с правоохранителями в Брестском государственном техническом университете мероприятия не новые, однако в таком формате общение проходило в стенах вуза впервые. В рамках открытого диалога свое мнение о том, почему сегодня молодежи необходимо быть на чеку и как противостоять распространению наркомании и торговли людьми, высказывали и студенты, и милиционеры. Молодежи надо говорить, молодежь надо убеждать. Почему? Потому что запретительные меры здесь, по-моему, не помогут. Да, они должны быть, но в основном должна идти работа на предупреждение. Такие вот встречи, которые здесь проходят у нас в университете, это не только встречи, а проходят различные акции, связанные с этим. Это работа, направленная на предупреждение. Да, кто-то уходит, кто колебался туда-сюда, уходит. Но у нас происходят встречи, равные обучают равного. То есть тот, кто прошел этот путь, рассказывает, как это все было. И когда мы старшие уходим, и они говорят один на один, то это гораздо быстрее доходит, чем буду я кому-то объяснять, что это неправильно и нехорошо. Проблема распространения наркомании актуальна сегодня для Беларуси. Только в прошлом году правоохранителям удалось выявить и приостановить деятельность ряда точек сбыта психотропных веществ, наркотиков и семян мака. Продавцы такого рода товара заинтересованы в том, чтобы наладить постоянный контакт с жертвой, внушить ей зависимость и потом уже постоянно пополнять свой бюджет за ее счет. Не менее актуальной остается и проблема торговли людьми. В поисках лучшей жизни многие отправляются работать в другие страны, доверяя так называемому нанимателю. Как правило, такое доверие оборачивается для них не самыми лучшими последствиями. Пересечен канал вербовки граждан жителей Брещины на территории Российской Федерации. Всем известно, помните, это случай, когда в Воронежскую область вербовали жителей Брещины для уборки урожая яблок на территории Российской Федерации. Человек, который выезжает за границу, должен чувствовать себя в безопасности, он должен знать, что он социально защищен и те трудовые обязательства, которые ему предлагают, они должны быть выполнены на 100%. Рецепт сохранения жизни и здоровья прост. Не стоит подвергаться непонятным и незнакомым соблазнам, уверяют правоохранители. Как быстрее деньги, так и легкомысленные удовольствия могут обернуться злой шуткой, цена которой слишком высока. Диалог милиционеров со студентами получился насыщенным и разноплановым, а то, какие выводы из него вынесли обе стороны, покажет время.